На первый путь Омского ЖД вокзала прибывает поезд Армия Победы. Воинский эшелон из 12 вагонов, несмотря на прохладную погоду, уже встречают ветераны, общественники, молодежь. Те, кто помнит великий подвиг своих предков и чтит память воинов, ковавших Великую Победу, собрались, чтобы узнать, в каких условиях солдаты ехали на поля сражений и возвращались с них. Сегодня мы встретили на вокзале города Омска замечательный поезд. И когда он прибывал на станцию, наверное, каждый из здесь присутствующих смог зримо представить то, что в памяти наших дорогих ветеранов. Это воинские эшелоны, которые везли наших земляков на фронт и в 45-м эшелонах, которые привезли в нашу страну Победу. Это действительно уникальная, замечательная акция. Прибывший в Омск всего на несколько часов железнодорожный состав – настоящая кладезь истории. В вагоне музея достоверно воссоздана обстановка военных лет, а также представлено множество экспонатов из 40-х годов. Мы сегодня находимся на, я бы сказал, таком мероприятии, которое объединяет все поколения. Очень приятно о том, что очень много молодежи, потому что если мы не будем знать своей культуры, своего прошлого, то мы будем Иванами без памяти и просто не будем знать, что нам досталось от наших предков, от наших поколений. А нам есть чем гордиться. У нас великая страна, великая история и великое будущее. С особым интересом приобщалась к истории омская молодежь – от школьников до студентов. Они с удовольствием подпевали творческим коллективом, исполняющим военные песни, а также с неподдельным любопытством осматривали экспозицию военной техники. Легендарный танк Т-34, гаубица образца 1938 года М-30 и другие орудия Великой Отечественной. Больше всего понравились танки и пушки. Все понравилось, впечатления огромные. На уроках нам рассказывают, а здесь мы смотрим все, и нам очень интересно посмотреть все своими глазами, все ощутить это. Я чувствую трепет, и мне хочется, чтобы данная акция продолжалась вновь и вновь с каждым годом. Я вижу людей, которые приходят сюда. Здесь очень много людей, которые заинтересованы и хотят прочувствовать тот самый момент. И это очень радует, что люди остаются все такими же заинтересованными и хотят помнить и нести память сквозь года. Стоит отметить, что в этом году акция, приуроченная к 72-й годовщине Победы, прошла в новом формате. Сразу два поезда Победы двигались одновременно навстречу друг другу из Иркутска и из Пензы, символизируя связь армии и народа, единство многонациональной России. Они встретились 5 мая в Екатеринбурге. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова